Приветствую, дорогие зрители, на канале Видео Людмила Цыганкова. Продолжаем наши разговоры о мистическом, о тонком, невидимом мире. Итак, существует, даже некоторыми учеными доказано существование этого тонкого, невидимого духовного мира, который является главнее нашей материальной жизни. И этот тонкий мир помогает нам, руководит нам, нами. Просто мы, к сожалению, большинство из нас не чувствуем этого, не видим. А те, кто потихоньку начинает учиться этому, начинают контактировать с тем духовным миром, они становятся счастливее, здоровее, успешнее, понимают, в чём сенс жизни, жизни на земле. Контактировать с тонким миром можно с помощью молитвы, релаксионного состояния, медитации. Молитва лучше всего проводится перед иконой. Я сейчас хочу показать вам икону, которую я написала и которую украсила кристаллами Сваровского. На мониторе не очень Сваровский смотрится. Звёзды, видите, в кристаллах Сваровского. Матка, Богомать, Матерь Божия по-разному называют. Матка, Боска – это в Польше так Владимирская с Езусом Христосом. С дитём Езусом Христосом. Я пишу иконы на доске, например, 30 на 40, с ним позолочённый. И икона является окном, окном тот невидимый мир. И если мы выберем, найдём такую икону, которая близко нам к нашей душе и начнём постоянно молиться перед этой иконой, и она становится намольной. То есть нам легче будет пройти в тот тонкий невидимый мир. Легче будет почувствовать его. И, конечно же, мы лучше научимся просить, благодарить духовный мир. И будем более счастливы, более здоровы и успешны. Поэтому мы должны потихонечку, я же говорю, у каждого может быть свой метод навязать контакт с тонким миром. У кого-то молитва, прежде всего. Кто-то просто так, релаксация, уединение в тиши. Медитация. Медитация и молитва – это наиболее эффективные способы, чтобы навязать контакт. Существуют разные методы моления и медитации. Ну, например, чтобы молиться, нужно быть внимательным, внимательно читать слова молитвы. «Отче наш, Иеруси на небесах» или «Господи Иисусе Христе, спаси мою душу грешную». И если повторять, то нужно очень внимательно и с благовением, с пониманием повторять эти слова. И благодарить Бога. Просить. Благодарить. Благодарить за всё, что Он нам даёт. Благодарить за то, что Он нам позволяет, позволяет ещё чешиться с нашей жизни. И что мы поняли, нашли метод, который у нас метод успокоения, метод умиротворения, метод, ну, даже решения некоторых наших проблем. Так что, друзья, каждый, наверное, должен по своей душе выбрать какую-то иконку для себя и молиться. Молиться перед этой иконой с вниманием, с сердцем, с душою. И вы тогда почувствуете, почувствуете тот субтельный, тонкий мир духовный. Почувствуете потом его помощь. Почувствуете, как ваша жизнь улучшается, изменяется. Вот, например, не только молитва, а медитация. Медитация – это существует разное. Медитация – концентрация, медитация, например, вообще ничего не думания. Я предлагаю попробовать просто часами сидеть в тиши, в спокойствии, ни о чём не думать. Стараться все мысли отгонять. Ну, хотя бы 15-30 минут. И в какой-то момент вы почувствуете, что приходят оттуда, с океана всех возможностей, правдивые, настоящие мысли, идеи, которые могут вам решение ваших проблем, идеи, которые могут вам помочь в вашей жизни. Но слушайте. Открывайте свою душу. Открывайте своё сердце к другому миру, важнейшему миру, духовному, тонкому миру. Успехов вам! Всего хорошего! Открывайте свою душу. Открывайте своё сердце, хэ-на-м, хэ-ля-ть. Хэ-ля-ть. Продолжение следует...